Жильцы нескольких новосибирских домов оказались заложниками в коммунальной войне. Две управляющие компании не могут решить, кто должен обслуживать многоэтажки. Тем временем возле домов растут кучи мусора. Светлана Шуваева разбиралась в ситуации. Вот эта огромная куча мусора прекрасно иллюстрирует тот бардак, который сейчас творится на улице Первой Механической. Одна управляющая компания не хочет обслуживать дома, другая не может. Мусор не вывозят с тех пор, как жильцы нескольких домов проголосовали за смену управляющей компании. Старая теперь не желает обслуживать бывших клиентов. Новая пока не имеет юридических оснований. На сегодняшний день мы через все инстанции пытаемся надавить на предыдущую компанию, но на сегодняшний день это еще не произошло. Поэтому мы не можем приступить к своим полномочиям, обязанностям и выполнять все в полной мере. Люди считают, жилищники из Сибирского сервисного центра им просто мстят. Умышленно затягивает, и все жители страдают. И паспортист не принимает, и не принимают коммунальные платежи, и не принимают показания по электроэнергии, по воде. Однако сибирский сервисный центр уверен в своей правоте. Говорят, проблема не в них. Директор новой управляющей компании еще недавно работал руководителем в старой. Бывшие работодатели теперь обвиняют его в мошенничестве и уверяют, что даже есть соответствующее уголовное дело. Что же касается домов на Первой Механической, компания просто выполнила желания людей и перестала обслуживать жилье. Когда мы это сделали, люди оказались, к сожалению, у разбитого корыта. У него нет ни аварийной службы, то есть он их обманул об этом. У него нет ни паспортиста, он даже деньги принять не может. Нормально от людей, не говоря уже, выдать справки. Ну, как говорят, у него даже ведра со шваброй нет. Специалисты жилищной инспекции, однако, сибирский сервисный центр не поддерживают. Заявка управляющей компании на отказ от домов пока не рассмотрена. Документы предоставлены не все. После того, как данные документы будут представлены, нам квартирные дома будут исключены из реестра лицензии, как дома, находящиеся у сибирского сервисного центра. Соответственно, и у них и право отпадет управлять данными квартирными домами и обязанность. Но на сегодняшний день дома находятся в реестре лицензии у сибирского сервисного центра. Жилищные инспекторы теперь собираются особо внимательно разобрать ситуацию. Если найдут нарушения, виноватых оштрафуют. Однако пока идут коммунальные войны, куча мусора во дворе. Нечейных домов продолжает расти. Светлана Шуваева, Дмитрий Кабанов. Новости здесь, Новосибирск.